Добрый день уважаемые трейдеры и инвесторы. Меня зовут Мария Кухта. Представляю вашему вниманию мониторинг моего публичного RAM счета, который открыт в компании Амаки. На текущий момент общая доходность по счету составляет около 17%. С дня выхода прошлого видеомониторинга моего RAM я совершила всего одну торговую позицию, это продажа новозеландского доллара. То есть по факту на текущей неделе у меня было всего две торговые позиции, это продажа евро-доллара в понедельник, о которой я говорила еще на прошлом видеообзоре и продажа новозеландского доллара, о которой я расскажу сегодня. На текущий момент прибыль по данной сделке составляет 4% плюс к депозиту. Давайте тогда посмотрим на график и я уже непосредственно вам расскажу где я входила в шорт и в общем сопровождение этой позиции в целом. Итак, шортила я новозеландский доллар в этой консолидации. Я ее обвела вот фиолетовым цветом. Значит, часть позиции зафиксировала вчера на локальных уровнях поддержки здесь вот и часть позиции удерживаю среднесрочно. Давайте посмотрим на дневки. Значит, почему я открывала данную позицию в шорт? По дневкам, во-первых, мы видим хороший здесь вот импульсиниз в перекрытии, после которого была довольно-таки длинная консолидация плюс зажатие вниз на дневках. И это все сигнализирует о том, что, скорее всего, данный инструмент будет двигаться вниз. Поэтому я открыла продажа. Кроме того, на часовиках был довольно хороший формирован паттерн шорт. Вот здесь мы его видим. И, как мы можем уже видеть, пастфактум. Инструмент довольно неплохо вчера отработался локально. Вот здесь до уровня поддержки 0.71.50. И сегодня уже мы чуть донабрали позу. И дальше пока движемся вниз. Стараемся падать. Напомню вам, что сегодня у нас будут новости нон-фармы. Поэтому будем очень осторожны на рынке. И уже будем смотреть за тем, как сегодня мы закроем дневку. И тогда уже с понедельника будем принимать решение по поводу следующих торговых позиций. Значит, на текущий момент, как я уже сказала, у меня 50% позиции зафиксировано. Плюс 50 пунктов. Оставшаяся часть висит в безубытке. То есть, даже если, допустим, меня вынесут по безубытку. Вот здесь вот он. Здесь вот ссылка. Все равно я буду в плюсе за эту торговую неделю. Поскольку часть уже зафиксировала. И также торговалась на этой неделе шорт евро-доллара. Который также зафиксировала плюс, прибыль. По поводу того, куда дальше пойдет данный инструмент. Я считаю, что новозеландский доллар имеет достаточно неплохие шансы для того, чтобы срочно двинуться вниз. Поскольку на дневках мы видим довольно хорошую консолидацию. Которая уже сигнализирует о том, что скорее всего мы с этой консолидацией двинемся вниз. То есть, контр-тренд. Вот здесь видим локальный тренд пошел наверх. Длинная консолидация. Характер этой консолидации. То есть, что я имею ввиду. Это количество проторгованных дневок. Это раз. Количество шортовых импульсов. То есть, как после импульса инструмент себя реагировал. И так далее. Можно сделать вывод, что скорее всего дальше мы пойдем вниз. По поводу потенциала хода пока я говорить не буду. Поскольку, опять-таки, сделка контр-тренд. Но могу сказать, что если мы пойдем вниз, то скорее всего будет пробитие вот этих локальных минимумов. То есть, тейк первый можно ставить на 0.7090 и ниже. Вот здесь пробьют. Я думаю, что эти минимумы. Я буду удерживать на пробитии этих минимумов. Там уже буду смотреть, как мы будем реагировать на этот уровень поддержки. И дальше уже принимать решение по поводу закрытия той части позиции, которую я оставила в рынке. Если будет сформирована хорошая модель, то есть, если сегодня правильно закрою дневку, то в понедельник, возможно, я буду еще доливаться в шорт. Но, опять же, это нужно смотреть и на дневки, и на чертовики, для того, чтобы понять, где правильно войти, куда правильно поставить стоп. Для того, чтобы мы защитили свою сделку, свою позицию. Чтобы нас не вынесло, как каким-то там, либо ложным выносом, либо, скажем, из-за неправильного стопа. Чтобы этих моментов избежать, я стараюсь максимально себя защитить, прежде чем открыть какую-либо торговую позицию. Значит, еще раз. По поводу новозеландского доллара. Смотрится в шорт. Ждем закрытия дневки. Если будет хороший паттерн сформирован, доливаемся дальше в шорт. По поводу рынка, в общем, на данный момент, он не интересен, кроме новозеландского доллара. Почему? Потому что он находится в движении. То есть, новозеландец пока в накоплении еще, а есть рынок в движении. То есть, рынок в движении я не торгую. Опять же, для того, чтобы максимально защитить свою торговую позицию и избежать, скажем так, неоправданных стопов. Поэтому рекомендую присмотреться к новозеландскому доллару в понедельник. Сегодня уже в догонку не советую шортить, потому что нужно ставить очень большой стоп, а это, соответственно, дополнительный риск для вашего депозита. Если кто сидит в шортах, можете шорты удерживать с среднесрочными целями, как я уже ранее отметила. Также есть, вот еще хочу сказать, что есть локальный уровень поддержки, о котором я уже говорила, в районе 0.71.50. Вот в этом районе, да. Но на данный момент он уже нам не актуален. Почему? Потому что он уже был перекрыт. Что такое перекрытие? Если кому интересно, записывайтесь ко мне на обучение. Все эти моменты я вам расскажу. Значит, еще раз по поводу рынка. Я нахожусь вне рынка по остальным инструментам. На Вазеланде у меня висит часть позиции со среднесрочными целями. Больше ничего интересного на рынке не вижу. Так что, я думаю, что на этом мы будем с вами заканчивать сегодняшний видеообзор. Будьте осторожны сегодня на новостях. Кому интересно, мониторьте мой рамсчет. Ссылка на мой рамсчет будет под видео. Так же, как и все мои контакты. Задавайте вопросы. Пишите комментарии, пишите мне в личку. Обязательно буду отвечать. Так же, буду рада, если вы станете моим инвестором. Значит, по поводу всех вопросов по инвестированию и другим вопросам. Тоже жду ваших вопросов и комментариев. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня и хороших выходных. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok